Всем привет и хорошего настроения, с вами Рэй. Ну давайте ребята продолжим проходить хасл-касл. У нас 2 дня, 22 часа до завершения постройки тронного зала, поэтому времени еще много. Давайте здесь посмотрим, что можно вообще сделать и приведем дела в порядок. Так, давайте заберем все, что у нас тут накопилось. Три кристаллика неплохо, алхимик получил четвертый уровень. Давайте глянем врагов. Филипп, ну-ка давай разведаем. Ну естественно ставим магию, вместо нее ставим новую. И давайте посмотрим, что он из себя представляет. Ну такой, средненький, но все-таки 4 бойца это уже много. Ладно, оставим его в покое. Так, здесь мы были. Патрик, давайте заценим Патрика. Да, этот еще сильнее. Ну что же, такое впечатление, что здесь я пока сделать ничего не смогу. Ну да не беда, мы с вами, как говорится, пока просто осматриваем свои владения. Да, доспешек-то у него нехилый, мне нравится. Так, ну ладушки. Раз пока нечего делать, значит можно увидеться через некоторое время. Всем привет, ребята, с вами Рэй. Ну что же, давайте глянем. Так, 23-й у меня получил уровень краса. И маг мой 22-й. Это уже хорошо. Это даже, я бы сказал, замечательно. Два дня 20 часов у нас до завершения. Это все равно еще слишком много. Так, ну что у тебя, краса. Жалко, конечно, я не могу этот топорик ей поставить, а так хочется. А маг, ну-ка. Ух ты, маг у меня дорос до вот этой брони. Давайте ее оденем. Ну что же, он немножко стал у нас сильнее. Что не может не радовать. Так, собираем. Магию тоже, манну точнее, собираем. Кстати, ребята, я думаю, что я зря вот это все собираю, потому что в мое отсутствие на меня нападают. И, соответственно, грабят. Так, ну красе этот амулет не нужен. А вот магу он, наверное, пригодится. Еще даже очень как. Где он? Так, давайте глянем, сколько у него? Два часа. Два часа до следующего уровня. Ну, это уже прилично ждать. Ладно. А здесь у нас что? Друзья. Друзья мне прислали подарки. Спасибо вам, ребята, большое. Кто отсылает. Это, кстати, уже второй раз я забираю. За это время. Так, давайте вскроем, посмотрим, что нам прислали. Деньги и еда. Ну, хорошо. А в этом? Так, деньги и еда. Очень замечательно. Так, ну что. Времени еще очень много. Ждать очень долго. Меня это, честно говоря, самого немножечко утомляет. Ну, а что поделать, ребята? Что поделать? Такова игра. Так, Савелюшка. У тебя ничего хорошего нету. И ты тоже слишком слабенький. 21 уровень. Давай-ка глянем. Нет, это ты пока еще носить у меня не можешь. Ну, и это тоже. Да и ни к чему тебе. Ты у меня все-таки стрелок, а не маг. Кстати, я думаю, может быть, немножко инвентарь свой почистить, а? Уж больно он захламлен. Ну, как вы понимаете, здесь все равно пока нам делать нечего. Нам только одно остается. Ждать-выжидать времени. И времени очень много. Не могу сейчас ничего сделать. И нападать на врагов нет смысла. Как говорится, копить деньги врагам тоже нет смысла. Ладно. Предлагаю одно встретиться немножечко попозже. Буквально через часика-два. Всем привет, ребята. С вами Рэй. Мы играем в Хасл Касл. Так. 24-23. Что же я скажу? Неплохо. Довольно неплохо. Но хотелось бы лучше. Буквально за два часа они подняли уровень у меня. И значит, получается, давайте глянем. Если я не ошибаюсь, краса у меня носить ничего не может. Кроме, конечно же, топорика. Но до топора она еще не доросла. Это у нее 24-й. А топор у нас, по-моему, идет с 27-го уровня. Так что я еще поднимать три уровня. Так. Ну, тоже нет смысла одевать вот этот амулет. Это нужны магам. А маги у меня, как вы знаете, еще совсем-совсем маленькие. Ладно. Немножечко потерпим. Ничего страшного. Так. Возвращайся. А Матвея, наверное, мы отправим на раскачку. Все равно еще времени куча. Пускай занимаются, тренируются, поднимают себе уровень. Так. Ведь собирался не забирать ничего. Ладно. Как-нибудь перетерпим. Пускай враги тоже наживаются. Им же нужно все-таки расти. Ну что ж, давайте встретимся немножечко попозже. Всем привет, ребята. Ух ты. Смотри-ка. На мой замок напали. Так. 22-24. Совсем не дурно. Так. Что у меня, друзья? Друзья отправили мне подарки. Да, ребята, я не могу отправлять, потому что я уже все 10 подарков отправил. А как вы знаете, в сутки можно только 10 раз отправить. Так что, если кому-то не досталось, извините, ребята, я не хотел обидеть никого. Я бы рад бы вам всем их сразу отправлять. Ну, таков лимит. Так, сундучок я вскрывать не буду, потому что нет смысла. Два дня, 11 часов у нас в запасе. Да, слишком долго. Я уже не знаю, чем себя развлечь. Так, надеваем. Вот это, кстати, хорошо, что Дмитрий может носить у меня уже этот амулет. Сила к магии как-никак. А он у меня маг. Ух ты, он может носить этот посох. Ну, естественно, я ему одену. И что же еще у нас тут остается? Ну, это слабенькое. Даже не будем одевать. Это тоже. Так, ну, получается, маг у меня экипирован полностью. Как только можно. За исключением, конечно, вот этого амулета. Но он ему ни к чему. Магия все-таки будет нам дороже. Так, Матвеюшка, что можно тебе поставить? По-моему, ничего. Для тебя у меня подарка, к сожалению, нету. А жаль. Ну, и уровень у тебя, конечно, маленький. 22. Это никуда не годится. Все, что пока ко мне приходит, начинается от 24. Ладно, перетерпим как-нибудь. Еще раз повторюсь. 2 дня 11 часов нам ждать. Это очень-очень долго. А тут нам ждать 2 часа, пока ребята поднимут себе уровень. Угу. Ну что же, в принципе, можно через 2 часа, наверное, зайти. И снова поставить их на прокачку. Видите, тут как хитро сделано. Тут надо заходить, снимать с него уровень и потом ставить опять, чтобы он дальше копил. Иначе он будет просто простаивать впустую. Нельзя. Ну ладно, встретимся позже. Всем привет. Милорд, у нас на складе есть неоткрытый сундук. Да я в курсе, мудрец. Я его нарочно не открываю, так как он мне пригодится. 23, 25. Вот это уже замечательно, ребята. Давай-ка. Фиг с ним, как говорится. Раз уж деньги собрал. Ага. Деньги и еда. Ладно. 2 дня 9 часов. 150 манны я снял. Так, друзья, все шлют подарки. Спасибо вам большое, ребята. Так. Теперь моя очередь вам отправлять. Ну что же, с подарками вроде бы закончено. Теперь, наверное, можно смело забирать и открывать сундуки. И глянуть, что у нас там попадется. А ну-ка. Ага. Деньги и еда. Замечательно. А здесь? Ну, то же самое. Только немножечко поменьше. Ну да ладно. Хотя они мне, в принципе, сейчас ни к чему. Я в плане деньги и еда. Но пускай будут. Враги любят сладости. Пускай пользуются. Тем более, если они смотрят мой канал, то это для них золотая жила. Так. Ну что же, ребята. Давайте, наверное, встретимся попозже. Пока нечего здесь делать. Всем привет. Хорошее настроение. С вами Рэй. Ну, как видите, на меня уже сделали нападение. Ладно. Хорошо. Да, украли 46 тысяч. И почти 9 тысяч манны. А тут еще больше. Ну, вы охламоны, ребята. Ну, я не обижаюсь. Игра есть игра. Таковы ее условия. Два дня, 7 часов у нас еще в запасе. Блин, время, по-моему, тянется вечность. Ну, по крайней мере, для меня. Потому что я так сильно жду, когда же я все-таки построю себе зал. Но никак не могу дождаться. Кстати, ребята, спасибо вам за мудрые подсказки и советы. И я теперь расскажу вам. Для того, чтобы строился тронный зал быстрее, нужно отправить сюда людей. Вот, смотрите. Видите? На 3 часа стало меньше. Было день 23, а стало день 20 часов. Так что это небольшой секрет. Я его не знал. Поэтому спасибо всем, кто подсказывает, кто делится своим опытом. Так, ну что, пока у меня один день 20 часов в запасе. Мы с вами, наверное, что? Давайте просто посмотрим. Саня и Сид. Ну, давайте разведаем Сида. Так, ага. Такой мощный паренек, плюс 4 человека в отряде. Ну, довольно неплохо. На него мы не будем рыпаться. Сколько? 1 час 24 минуты, а здесь 24 минуты. До следующего уровня. Что же, можно подождать. Ничего с нами не случится. О, и еще подарки получил. Спасибо вам, ребята. Подарки очень, очень мне нужны. Ну, и еще они будут мне нужнее, когда у меня построится трон. Ну что ж, предлагаю встретиться, наверное, немножечко попозже с вами. Всем привет, ребята, и хорошего настроения. И, как обычно, на мой замок сделали нападение. Минус 25 очков опыта. Да, 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 я знаю, мудрец, что у меня сундук. Можешь мне это лишний раз не напоминать. Так, ну-ка. 24 и 26. Вот это замечательно. Маг у меня просто великолепен. Скоро будет 27 уровня и сможет носить очень мощные шмотки. Но на мага у меня, к сожалению, пока ничего хорошего нет. Будем ждать, когда что-то выпадет или мы заработаем. Так, ну что, собирать деньги я не буду для врагов. Манну тоже. Ну что же, наверное, можно даже немножечко подождать и встретиться чуточку попозже. Всем привет, ребята, с вами Рэй. И играем в Хасл Касл. Так, давайте-ка откроем. Еда и деньги. Ну, в остальных, я думаю, наверное, будет то же самое. Поэтому придержим пока. Я просто рассчитывал, может быть, там выпадет какое-нибудь оружие или еще что-нибудь в этом роде. Но, как видите, нифига. Так, Евушка. Что же мне с тобой делать? Да, наверное, пока ничего. Один день, один час у нас в запасе. Так, Яков. Блин, мне бы, наверное, поставить... Хотя, я не знаю, влияет на строительство, скорость, уровень. Точнее, класс. Как вы видите, две звезды. Две звезды. Кстати, ребята, спасибо за очередную подсказку. Теперь я ей поделюсь. Видите, да? Класс трехзвездочный. Если вы будете смещать классы трехзвезд, то у вас появляется вероятность, что родится ребенок с более мощным классом. Точнее, четырехзвездочный или пятизвездочный. Я этого не знал. И вот сейчас хочу проверить. Как вы видите, я отправляю Аврору и Яков. Яков? Нет, не Яков. Я уже забыл, как его имя-то. Короче, двух ребят трехзвездочных. Ну и будем ждать, кто же у них родится. Верна ли эта теория или нет? Ну, раз ребята говорят, то, скорее всего, верна. Это мы проверим чуточку попозже. Так, а теперь мне, знаете, что надо будет? Мне надо будет кого-то выгнать. А знаете почему? Потому что не родится ребенок. У меня лимит по людям. И мне нужно очистить одно место. Так, давай, Мак, возвращайся на базу. А ты иди тренируйся. Так, Матвей. Матвей нормально. 24 уровень. Можно его вернуть. Ну что, чем займемся? Один день, два часа у нас еще в запасе. Опять друзья выслали мне подарки. Спасибо вам большое. Не знаю, стоит ли сейчас скрывать или нет. Да, очки ПВП у меня упали. 745. Это очень мало. Как видите, отправить я ничего не могу, потому что буквально недавно все отправлял. Ну, давайте глянем на карту. Эфе и Энтони. Так, Энтони. Ну, как сказать. Энтони можно, в принципе, побить. Сами видели. Два человека на страже. Это совсем ни о чем. Так что сейчас мы его немножечко разберем. Надо как бы вернуть свою былую силу. Свои былые очки. ПВПшные. Они мне нужны. Так, замечательно. 8 маны я у него стырил. Нормально. Кстати, да. Если вы уходите из игры надолго, то советую перед этим потратить все деньги, всю манну, чтобы врагам досталось как можно меньше добычи. Так, куда б тебя, парень, а? Иди сюда. Так, Яночка, Яночка. Возвращайся сюда. А этот, что у меня тут шоркается? Павлуша, не припухли ты, а? Выбежал с казначейства и шоркается там. Так дела не делаются, братец. Так, а ты-то что у меня там делаешь? Иди сюда. Видимо, ты слишком слабенький. От тебя никакой пользы нету. Как был один день и один час, так и осталось. Ну ладно, пускай хотя бы здесь стоит. Ну что у нас на карте? Два врага. Диего и Озбарт. Так, нет. Этого парнишку я трогать не буду. Слишком мощный. А Барта, если... А, нет, Диего, да? Нет, Диего я только что смотрел. Барта надо глянуть. Так, что у тебя? Ну, его можно наказать. За его проступок, что оставил троих, а не четверых. Хотя, может быть, у него и нету четвертого пока. Ну да ладно. Барта, извини. Так надо. Так, 16 тысяч я с него получаю. И 2 800 маны. Ну что ж, нормально. В общей сложности сейчас у нас 108 тысяч золотых. И 6 69 тысяч маны. Это очень замечательно. Блин, у меня уже сил нету ждать, если честно. Я, наверное, сейчас задоначу, ребята. Не выдержу. Ускорю себе постройку этого трона. Потому что через каждые 2 часа заходить и любоваться. Мне аж прям не терпится. Так, что тут у нас? Ну, пока все в порядке. Деньги собираем. Яблоки собираем. Это все мы собираем. Но... Так. Но врагам это все достанется с лихвой. Так, 11 505 мощей у моего врага по основному заданию, да? Расплавленные камни. А у тебя как обстоят дела? Сейчас мы тебя разведаем. Можешь не волноваться. Так, все, больше не могу построить, да? Да. Лол, Нокс. Ну, давай, Лол, Нокс. Глянем тебя. Угу. Есть предложение на него напасть. Так, надо только пополнить мой отряд. Так, краса у меня выздоровела. И давайте нападем. Я уже забыл. Ага, вот здесь. Да мы же его разведывали уже. Давайте в бой. Ну-ка, посмотрим. Ну, в принципе, никаких проблем я не вижу. В общем, разобрали. Разобрали Лол, Нокса. Пускай не обижается. 27 тысяч я с него поймел. Ну что же, неплохо. Неплохо довольно-таки. Идите лечитесь. Ну, а мы с вами, наверное, вскроем сундучки. И посмотрим, что у нас там выпадет. Манна у меня полностью забита. Давайте глянем. Так, пошел первый. Ага, еда и деньги. Замечательно. Второй что даст? То же самое. Ну что же, ладно, пригодится. Третий. То же самое. Ну и, наверное, в тех будет то же самое. Ладно, тогда мы сейчас немножечко переждем время. Так, редкий амулет. Ребят, кому же тебя поставить-то? У меня вроде только один маг. А тот амулетик у нас идет на мага. И он слабее. В чем-то слабее, в чем-то, конечно, сильнее. По магии он слабее, но он дает дополнительные 200 жизней. Забираем награду. Да, ребят, вы, конечно, молодцы, что вы за такой короткий промежуток времени добились каких-то успехов. Только, пожалуйста, не надо передо мной хвастаться этим. Ребят, я же играю в свое удовольствие, а не показать здесь вам какие-то супер грандиозные там достижения свои. У меня, помимо того, что я играю, есть семья, работа, которая тоже требует времени и большого внимания. Так что, прошу вас этого учесть. Ну что же, можно... Нет, ребята, не будем, не будем мы нападать. Несмотря на то, что у него всего три воина, очень много мощей у него. Поэтому мы это перетерпим. Смотрите, да, у него что-то строится, что-то он улучшает. Ага, он комнату себе увеличил для встреч. Ладно. Давайте нападем на этих ребят и посмотрим, получится ли у нас разобрать. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, краса. Как же так? Как же ты у меня упала? Нет, ребята, нет, не получилось у меня, по-моему, здесь затащить эту каточку. Хотя, хотя... Нет, нет, не удалось. И всего лишь чуть-чуть мне не хватило. Обидно, конечно, но да ладно. Как говорится, не проверив, не узнаешь. Идите лечитесь. Так, давай-ка тоже иди Так, с яблоками у меня Ну, пока, в принципе, все хорошо Так, Савелюшка, здесь тебе, к сожалению, ничего не светит Поставить я тебе ничего не могу Маленький, ты еще Можно было бы, в принципе, его на раскачку поставить, но зачем? Ёлки-палки, мне такое ощущение, что время вечно слиться Как был один день, один час, так он и остался Так, про Скофья, две звезды Две звезды, если ничего на тебя не вы... Опа-на, вот это подарок судьбы, ребята Это меч, и я надеюсь, он будет хороший Вот это фарт, ребятушки, естественно Естественно, я поставлю себе этот меч По-любому Вот теперь у меня... Ну что ты, мудрец, залепетал всю старую песню Давайте откроем еще сундуки Вау, костюм на мага Тоже неплохо, глянем сейчас Ну, здесь еда и деньги Так, где мой маг? Так, вот он красавец И костюмчик Ядрите его на корень, а Двадцать седьмой уровень требует Не хватает буквально одного уровня Блин, засада, а Эх, на прокачку его поставить, что ли? Но он будет качаться хрен знает сколько времени А до спешек хорош Ничего не скажешь Ладно, пока мы это все дело подождем Так, давайте деньги, яблоки заберем Ага, все Один день двадцать... Ой, один день пятьдесят девять минут осталось Значит, время все-таки идет А то мне показалось, что Нишиша Становилась все мертвым колом Но нет Так, ребятушки там у меня тусуются Теперь мне, наверное, надо выбрать Кого удалить из замка Так, Эльвира У тебя три звезды Стася Стася двухзвездочная Вот, наверное, Стася-то мы и выгоним Как это ни печально Но Нужно, нужно нам это сделать, ребята Потому что Ребенок родится Точнее, должен родиться Почему не могу? А как выгнать-то? Как, ребята, вы... Ага, вот здесь, наверное, отправить во владение Да, хочу отправить Ну что же, получается, что Стася у нас Уходит Покидает Наш замок И у нас, да И у нас становится Девятнадцать человек Из двадцати Теперь осталось дело за малым Чтобы Мои ребята Как можно быстрее там Занялись своими делами И Появился у нас ребенок И проверим теорию Насчет звезд И класса Так, здесь Не могу Ничего я не могу сделать Потому что Строители у меня заняты Да Так Ну-ка, давайте-ка глянем Этого братишку Так Отлично Нефариан Довольно такое Оооо В принципе Можно Попробовать Но Вначале Мне нужно Собрать Весь свой Отряд Так Где у меня Вы как раз Отхилились Возвращайтесь Замечательно Теперь Пойдемте Сходим Где этот Вот он Нефариан Какое-то Имя Как будто Где-то Какого-то Босса В какой-то Игре Так Звали Может быть Я конечно Что-то Путаю Так Ну Давайте Глянем Насколько Сильные У него Войны И Я вам Скажу Довольно-таки Приличные Солдатики У него Но Это Его не Спасает И мы Его Просто Расстреливаем И Уничтожаем 16 300 Мы Поимели С него Золото Плюс Немножко Маны Все В общем Замечательно Так А сколько Вообще Требуется Ага 594 Кристалла До завершения А сколько Они стоят 500 Кристаллов Стоит 340 Рублей Я не знаю Ребят Я наверное Сейчас не выдержу И чуть-чуть Задоначу Скорее всего Потому что Еще Сутки Ждать Не хватит Никакого Терпения Какие Сутки Еще Даже Двое 1 59 А Один День 56 Минут Ну да Сутки Нам Придется Еще Ждать Так Вадимушка Там у меня Ползает Где-то Которого Даже Не видно В этом Дыму Да Что Такое Я Совсем Не Это Хочу Сделать Ну что Ребята Наступает Момент Истины И я Все-таки Ради вас И ради себя Немножечко Задонатил Денег И Завершаю Тронный Зал Поздравляю Нас Всех И Теперь Он У меня Шестого Уровня Так Эти Ребята У меня Расслабились Наконец-то Теперь Можно Собирать Все Так И Естественно Развивать Дальше Наш Замок Так Что У нас Здесь Колодец Маны Столовая Казна Это Пока Нам Не Нужно Так А что Жем Вообще Я могу Сделать Сейчас Что Ты Жь Весь Растерялся Бедный Нифига Тут Предметов Там У меня Надо Будет Как-то Почистить Свой Склад Слишком Все Захламлено Так Это Моя Статистика Опять На меня Нападали Опять Меня Обокрали Ну И Я Тоже Тут Отличился Ну Что Же Возвращаем Нашу Красу На место И Я Думаю Что Нам Пора Куда То С Вами Пройтись Орощи Лиса Один Враг Диего Ну Давайте Его Разведаем Так За место Нее Ставим Новую И Смотрим Что Он У нас Из себя Представляет А Представляет Он Из себя 10 384 Мощи Я Думаю Что Наверное Мы Все Таки Его Должны Осилить И Я Так Понимаю У него Все Войны Что Ли Походу Дело Да Давайте Попробуем Ребята Все Таки На него Напасть Погибнем Так погибнем Ну 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 Что Пока Довольно Неплохо Мы Идем Очень Даже Неплохо Я Б Сказал Ага Воскресил Одного Война Ладно Не Беда Опять Уложим Ну Что Ребята Поздравляю Нас Победой И Мы Проучили Диего Так Собираем О Награда У нас Какая Очередная За Выполненное Задание Алмазики Ого Сколько у меня Алмазиков 145 Так О Мы получаем Еще 3 Лук И Дрова У нас Уже Новый Ресурс Появился Дрова Это Хорошо Так Ребят Надо Надхил Поставить Пускай Лечатся Так А что Нам Дают Дрова Лесопилка 150 Тысяч Стоит Сарай Давайте Поставим Лесопилочку Куда Вот здесь Вот сюда Наверное Влепим Рядом Со Столовкой Пускай Она Строится Сколько 2 Часа Можно В принципе Это Дело Ускорить За счет Кристаллов Слава Богу У меня 148 Алмазиков Так Что Ж У нас Матвеюшка Лук А Лук Оказывается Ребята Слабоват Хотя По Уровню Почему-то 23 Требует А Посили Опасили Очень слабый Меня это Как-то Не особо Радует Если честно Почему Такая Несправедливость Непонятно Саидушка 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 Иди сюда Так Оксана Оксана Пойдет Наверное К поварам У меня Да Где она Вот Так Подожди Мне не это надо Выбрать Ага Иди-ка сюда Сейчас мы тебе Наденем Поварешку Халатик И будет все Хорошо Так Ну а на Саида Надо надеть Тоже костюмчик Так Нет Этот слабенький И колечко Не для тебя К сожалению И больше У меня вроде бы На него ничего нету Да Да Нету Ладно Пускай стоит Так Ну что Добежала Моя красота Нет Да Добежала Давайте Оденем Халат Поварешку И колечко Все Теперь она у нас Истинный повар Пускай готовит еду Так Ну что Я даже не знаю Эту лесопилку Может действительно По ускоренному Принципу Завершить Или ждать Два часа Таким Настоящим Временем Так Что здесь У меня Семь штук Обозначено Мы можем Мы пока Ничего не можем Не хватает Элементарно денег Мастерская брони Даже есть Триста Пятьдесят Тысяч Золотых Я Двести Сорок Тут как-то Еле-еле Накопил А теперь Уже Триста Надо Да Ну и Расценочки У вас тут Ребята Давай-ка Возвращайся И сходим Мы на Карту И Посмотрим Ой У нас Только Доступность Остается Здесь Джордж Ну давайте Посмотрим На Джорджа Магия У меня Тоже Завершается Так Ставим На замену Великолепно Давайте Теперь Его проверим И у него Получается Четырнадцать С половиной Тысяч Мощей Три Война Ну В принципе Неплох Неплох А здесь Одинц Тысяч Пятьсот Пятьсот Пятьс Наш Основной Враг По заданию Ну что же В принципе Можно было бы На них На всех Напасть Так Двести Десять Урона В секунду Жаль Мне конечно Ничего Нельзя Заменить На Более Мощное Оружие Давайте Соберем Яблоки Все эти Плюшки Прибамбушке Ману Эта лесопилка Еще до сих пор Строится Час пятьдесят шесть Тут скоро Изготовится Еще одна Готовая магия Будет у меня Которой Осталось Очень мало Так А интересно Я могу Улучшить Какое-нибудь здание В принципе Могу Но не сейчас Давайте мы завершим Все-таки лесопилку Так Что я могу С ней сделать Я могу В нее Отправить Вот этих ребят Наверное Я туда Закину Двенадцать А ты Сколько Тоже Двенадцать Двадцать Четыре Древесины Они будут У меня В час Добывать Это на данный Момент Но я думаю Должны появиться Какие-нибудь Пилы Или топоры Которые Можно им давать В руки Чтобы они Зарабатывали Больше Дерево Так Колодец Манны Столовая Казна Сарай Сарай Двести семьдесят тысяч Да Не слабо Конечно Очень слабо Ну что ребята Давайте Пилите Как говорится Занимайтесь Своими делами Ну здесь Я ничего Больше Не смогу Сделать Потому что Элементарно Осталось Шесть тысяч Триста Тридца Один Золотых У меня А здесь Сами видите Какие Расценочки Совсем Не дурные Совсем Литейная Оружейная Лаборатория Тренировка Класса Боец Ну это все Понятно Так Что у нас Остается Ребята Только один Вариант Это идти На карту И воевать Больше Пока ничего Нету Производство Еды Производство Золота Это нам Сейчас Не нужно Так Да Шестнадцатого Урня Прокачалась Хорошо Ну слишком Мало Надо ждать Еще Так Один враг У нас здесь Берг Ну-ка Давайте Глянем Что это за Берг У нас Такой Ну Берга Мы Естественно Будем Разбирать Два Война Плюс Недостаточно Мощей Поэтому Давайте Разберем Ого Смотрите Какой Какой Мощеменький А Да И бронька У него Классная И получаем Мы с него Тридцать Три тысячи Золотых Неплохо Очень даже Хорошо Я бы сказал Потому что У меня уже Тридцать Девять тысяч Золотых Отправляем Ребят На подхил И Наверное С вами Мы отправимся Сделать Все-таки Основное Задание Хотя бы Немножечко По нему Продвинуться Так А тут Появился Какой-то Александр У нас Да Только Убил Одного Появился Второй Да Вот этих Ребят Мы тоже Сейчас Обязательно С вами Разберем Надо Только Чтобы Они у меня Подхилились Так Краса Долго Тебе Ждать Да Бедных Ребят Алхимика Восьмого Уровня Отправил На Деревообрабатывающий Завод Пускай Трудится Нечего Расслабляться В конце До концов Так А здесь У меня Можно куда-то Эти счеты Нет Уй Да Они вообще Слабые Нет По ходу дела Я никому Их ставить Не буду А может Может быть Даже Вообще Разберу Так Яблочки Мои Манна Так Ну что Вы там Отхилились Нет Да Вроде Бо Уже Стоят Дуркуют Поэтому Возвращайтесь И нам Пора Нападать На Александра Так Александр Привет Я надеюсь Ты не будешь Против Если мы Немножко У тебя Денежек Возьмем Так А как-то У него Странно Да Два Мага И Арбалетчик Даже Ни одного Воина Не было Наверное Прокачивал 28 тысяч С него Получили Мы Да Деньги Уже Растут Как-то Быстренько И это Радует Меня Давайте Ко Обратно Лечитесь Не 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 Сюда Вот Сюда Так Эти У меня Потихоньку Зарабатывает Дерево А дерево Я пока Никуда Не могу Примостить Потому что Элементарно Нету Ни завода Где Можно Это Все Реализовать Так Иди Тоже Лечись Так Одна Магия У меня Сделалась Пошла Следующая 29 Минут Ну В принципе Довольно Быстро Все это Проходит Так Вылечились Да Вроде Как Выздоровели Мои Ребятушки Соберем Манну Вернем Своих Войнов Обратно В отряд И Пойдемте Наверное Мы с вами Ребята На карту Как говорится Прошуршим Ряды Все Остался Только здесь У нас Враг Один Джордж И Основное Задание Нам Делать Нечего Давайте Попробуем Все-таки Пройти Основное Задание Хотя бы Одну Карту Была Как говорится Не была Ух Четыре Голема Точнее Элементали И некромат Что-то некромат Это я не видел Здесь Ой-ой-ой-ой Красота Тихо Держись Разбили Нет Походу Дела Мы здесь Ребята Опять Проиграли Да Хотя Погодите Хотя Не факт Не факт Ребята Ну Есть Что-то мне сейчас показалось Что довольно как-то легко Мы их разбили Чем в прошлый раз Мы получили с вами Сундучок От них Давайте Идите Лечитесь И глянем Что выпадет Отсюда У нас 5108 золотых Ну что же 707 А 79 тысяч золотых У нас В общей сложности Этого конечно же Мало Чтобы Что-то построить Грандиозное Но уже И не так мало Даже Если учитывать Что у нас идет От 60 До 90 Тысячи Золотых Постройки Точнее Улучшение От 90 Тысяч идет Блин Создание брони 350 кусков Хочу Ну где же взять Такие деньги Сейчас В данный момент Да Неестественно Нигде И придется Их элементарно Копить Ну а для того Чтобы их накопить Нам нужны Ребята Враги А врагов Как вы видите На карте У нас Сейчас Нету Да Магическая Мастерская Вот это Прикольно Так Монетный двор Ремесленный Цех А это Плотников Делает А тут Поваров И казначеев Ну это Все нам Пока Абсолютно Не нужно Вот плотников Конечно Можно было Но 500 Тысяч Золотых Куда Куда Ребята Откуда Такие Деньги Я сейчас Вам Маны 5000 Это можно было бы В принципе Объединить Комнаты Но для этого Придется все Здесь Перебирать А на данный момент Меня пока Все здесь Устраивает Если уже Приспичит Тогда да Тогда обязательно Конечно Сделаем Погреб Погреб Ну-ка Вот видите От 90 тысяч Идет улучшение Мне буквально 11 тысяч Где-то Снять И Можно было бы Улучшить А где Я их сниму Сейчас Пока Нигде Погодите Сколько А 270 Мне что-то Показал 60 Видно Померещилось Так Арсенал Ёлки-палки Ну и Расценочки Да Но зато Оно Того стоит Тоже Мы это Когда-нибудь Купим Но Когда Не знаю Так У меня Огненные Баллисты И Огненные Магические Руны Активированы Третий Уровень Нужен Арсенал Чтобы Добавить Еще Какого-то Дополнительного Лучника Себе Будем Знать Так Ну что ж Давайте Наверное Улучшим Казну Она Нас Че Подождите А может быть Что-то Еще Можно Улучшить Или Все-таки Лучше Столовку Давайте Наверное Мы с вами Лучшим Столовую Ну А потом Доберемся И до казны Естественно Куда она От нас Денется Так Донатить Я не буду В этот раз Точнее Донатить Хотел сказать Кристаллики Тратить Там Всего Нужно 84 А у меня 89 Вполне Хватило Бы Опять Какой-то Появился Враг В вековых Лесах И здесь Появился У нас Том Ну Давайте Глянем На этого Тома Так Ставим Еще Одну И Посмотрим На этого Тома Значит Да 38 Тысяч В случае Победы Как-то Не Особо Я Жажду Нападать На него А здесь У нас Кто Сэм Так Вроде Мы Глядели Уже На Сэма Ну Да Почти 16 Тысяч Мощей Нет Уже Я Как-нибудь Перебьюсь А здесь У нас Джордж И Дыхание Недр Ядрить Его На корень Шесть Элементалей И все Лучники Давайте Попробуем Была Не была Как говорится Так Ладно Ага Они бьют В мага Ладно Пока Не бьют В мага Мы будем Их Разбирать И я Думаю Мы Их Разберем Все Таки Должны Все Это Наша Ребята Очередная Победа Я Нас Всех Поздравляю Получаем Сундук 5000 Золотых Довольно Легко Мы их Разобрали Ну Это Только Лишь Благодаря Тому Что Они Были Дальниками Хотя Честно Говор Я думал Что Они будут Бить У меня Красаву А не Мага Ну За это Они И поплатились Так Что Выпадет Ух Ты Это Же Бронька Для Роги И Лучника А где У меня Лучники Вот Они Так Ну Ка Давай Где Она Красота Ребята Конечно Я буду Ее Одевать Экипровка Называется Атаман Давай Ну Вот Матвеюшка Теперь Ты у Меня Стал Еще Немножко Сильнее А тебе Я к сожалению Ничего Не могу Поставить Потому что Еще Слишком Маленький И слишком Славенький Надо Тебя Наверное Немножко Прокачать 18 уровень Это Конечно Никуда Не годится Так Дерево Идет Дерево Я так понимаю Нам нужно Будет Для Улучшения Доспехов Оружейное Здесь есть Я Чуть Не помню Чтобы оружие Делать Или только Доспехи Жаркий Пепел Слушайте Один Босс 14 тысяч Мощей Интересно Если мы на него Нападем Своим отрядом Сможем его Одолеть Или нет Давайте Наверное Проверим С вами Но Прежде Мы посмотрим Что мы Можем Заменить Своим Воинам Так У Дмитрия По-моему Ничего Если только Поставить Посох Воскрешения Может быть Он нам Пригодится Чтобы Если кто-то Упал Он его Воскресил Ну что Ж Давайте Рискнем Как говорится Кто не рискует Тот Сами Знаете Что не Делает Поехали Так Жаркий Пепел В бой Ага Магию Сейчас добавим Ай Ёлки-палки Магия Магия Это не та Что надо Ну да Ладно Нет Так Нет Будем Дальше Развиваться Так Вон Один Поехали Так Эй Эй Ты Куда Я Не Понял Почему Он Переключил Ёлки Ты Палки Вот Это Ребята Нежданчик Вот Этого Я Никак Не Ожидал Даже Мой Маг Упал Маг Да Ёлки-палки У вороты Одни у вороты А он меня колбасит Ух Ребятушки Сами все прекрасно видели Проиграли мы здесь Да Надо будет еще немножечко Улучшиться И окрепнуть Так Ну что же Зря я конечно Дмитрию поставил этот посох Нифига Он не сработал Ну да ладно Это была моя ошибка Иди Развивайся Ты Иди сюда Так Матвеюшка Наверное Тоже пускай идет Или Савелюшку Лучше наверное Савелия Качаться Или все таки Матвея Нет Пускай идет Наверное у нас Савелий Да Пускай будет Савелий Ну что же Ребята А на этом я буду Завершать этот выпуск Всем спасибо за просмотр Подписывайтесь Будьте в курсе Всех моих дел И как говорится До скорых встреч Не болейте Пока Ребятушки Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин